ну чё поставим ласточку на учет смотрите можно и видос заснять сейчас ну чё смотрите какая есть тема у нас купил я все-таки не и они выкупил я не укупил не у я думаешь я не представляете если кто следит за канал он знает что я как бы не всегда недолюблю я был тот человек который говорил чего нила у меня никогда не было не вы никогда не будет я сразу внедорожнее движение вступил нормальную машину и вдруг слава богу я никогда него вода мне и надеюсь меня минет это чаши я это сделал мы еще скажем позже но смотрите и Субтитры сделал DimaTorzok Сразу, что можно сказать, поставили мы машину на учет Вот, покажи, ребята Смотрите, как зачетно Теперь так можно Мы уже так сделали Пожалуйста С 1 ноября 2018 года новый закон вышел Можно ставить, как в Америке Вот, видите, хочешь какое слово напиши Даже матное можно Но английскими буквами И сразу же, что? Можно снимать вам обзор Где будем снимать? На улице холод Блин, что-то колотун бабай Заяхал к пацанам О, если Нива, то такая Наш слоган А эти? Если с Нивой, то к нам Ха-ха-ха Ну так и реально есть Вот, группа ВКонтакте Подготовка 163 Вон они там Сами знаете Нива на 30 Вот эти 33 Как они? Богеры А сейчас Нива Вон она, на 35-х стоит То есть Это не просто вам какой-то гараж Автосервис какой-то левый А здесь Люди не просто любят Ниву Они дружат на нее О, посмотрите Ну, как еще сказать 35-й Богеры Нива И он, чтобы ее покрасить Он уже 2 месяца зачищает Но это невозможно Короче, парни Ближе к делу Ой Почему Случилась такая история Ну, если честно Просто кризис Нужны были бабки Поэтому Джимника 2007-го года Я продал за 350 И купил 2008-го Помоложе Пободрее машинку За 167 Это отдельная история Покупки парня Это просто Нив как грязи Вот они для грязи Созданы И их как грязи И с Вавито смотришь И они с шагом В 2000 Если честно Как я убирал машину Чисто по внешке Потому что они все К этому году 10 лет Они все уже ржавые Требуют покраски Я уже брал Сразу крашеную Вот, смотрите Это у нас Ну, типа Раптора Он сказал, что это Титан Не знаю Насколько это лучше Все-таки пацаны Говорят, что этот Раптор Отваливается достаточно быстро Он пока еще недавно Покрашен Этот Титан Пока держится Дальше Вот так Листал, листал, листал Шевинивы Просто пролистывал Почему? Потому что Ну, блин, ощущение какое-то Как будто Она пенсионная какая-то Вообще не пацанская С ней сразу Пенсионные удостоверения Надо выдавать Все видимо Сразу нахер Вот Заехали Посмотрели В итоге Таким образом Выбрали уже На внешность Более-менее Понравившись Машин 6 Посмотрели Их Плачевные результаты Вот, если честно Хочу сейчас Вам снять В таком Ракурсе Сравнение с Джимником Я вот только продал У меня свежее впечатление Два с половиной года владения Год, считай, один и тот же Тот седьмой Этот восьмой Нет Вот был у меня Джимник Сел я на Ниву Хочу сравнить Значит, смотрите Сразу Допустим Ну, что сказать По общему состоянию Нива В этот год И все Нивы Которые я смотрел Плачевнее, чем Джимник Они все гнилые Джимник у меня вообще Нигде не гнилой был Если честно Ну, что Давайте пройдемся Может быть По плюсам Нивы, например Значит, смотрите Плюсы Если честно Когда садишься После Джимника В Ниве есть плюсы Она помягче Джимник достаточно жесткая машина Она Такая Более приземистая У Джимника он Узенький А Она шире То есть ты сидишь У тебя больше места Вбоку У тебя большое расстояние Между сидениями У тебя большой нормальный багажник После Джимника У тебя огромный багажник В Ниве У тебя есть место Для задних пассажиров Им еле где ноги разместить Место Больше Вот только ты сел в машину Ощущения такие Ты сел в какую-то яму Потому что Когда ты на Джимнике ешь Ты на джипе Ты смотришь сверх Всех других машин Сверху крыш И ты палишь В дорожную обстановку Красоту полей Красоту города Самары И это намного кайфовее Если честно Чем когда ты едешь В обычной маленькой машине Ты смотришь просто куда-то В какие-то стекла Других машин На Ниве то же самое Ты смотришь вровень В кромку крыши Других машин Не выше Это у меня прям сразу Как-то Блин Ну где же Джим Вот По ощущениям Сидеть в Джимнике удобнее Здесь за это время Сидишь Как Вот ты чувствуешь Жопой Спиной Все Вот эти элементы Усиления сидения Там никакой набивки Ничего не осталось Парни ну вот сейчас сижу На этом сидении Та-та-давай Короче Посоветуйте Может кто из вас знает Вот в Самаре желательно Есть ли какая-то контора Которая Я знаю вообще Есть в принципе Такие конторы Которые чинят сидения И Оно становится Более-менее нормальной Давайте что-нибудь Побюджетнее Потому что денег В обрез Но Мягче машина Шустрее Здесь же 1.7 А там 1.3 Мотор у меня был Она шустрее Это чувствуется В городе На трассе Она как-то Кислее себя ведет Но в городе Она прям шустрая Она прям Подрывает тебя На такую езду А еще Руль Я когда сел Думаю Ёпта Это что КамАЗ Руль огромный Вот А электроусилитель Здесь Как-то Ну мощнее что ли Как его сказать Мягкий руль Намного мягче Чем у Джимники Что вам еще сказать За плюсы Ну какие плюсы У нее Как-то это уже звучит Сомнительно Да Плюсы у нее Постоянный полный привод На мой вкус Это плюс Почему Потому что у Джимника был подключаемый С ручными хабами Там да Ручные хабы Надежная фигня Но ты вымутаешься Тебе надо каждый раз Выйти Включить Если ты их не выключаешь Ну там сами знаете Короче Здесь В этом плане Есть преимущество И не одно Но На этом они еще Наверное Не кончаются Вот смотрите Зацените звук парня Как в гелике Вот Ну Если честно Не всегда она закрывается С первого раза Я сейчас приноровился Но после Джимника Я раза в третьего ее закрывал Но это просто Вот она не доходит И все Ее раз Со всей силой Дошла Вот ты сел У тебя огромный руль Который смотрит Вот куда-то туда В середину машины Как-то вот так Сидишь ты Правая жопа ниже Левая выше Все как-то тоже Блин Рычаг КПП Это отдельная Прикольная история Пятая находится В соседней машине Чтоб тебе пятую включить Тебе вот туда аж надо Это Ну это просто смех Парни Ну и салон конечно убогий Потому что Вот Че мне Не нравилось Никогда в Ниве То что ты садишься в нее И не чувствуешь Что ты сидишь в машине Как будто у тебя табуретка На колесиках Блин Тут реально так Там у меня И Каин Диор был И ты сидишь У тебя все органы управления Здесь у меня Левая нога мертвит Я изъебался Вот с этой хуйней Я так и не понял Куда ее Я сюда ее вставлял В лицо жар Сюда вставляют В лицо Жар в туловище Сюда вставляют В лицо Жар И в туловище В правую ногу Чуть-чуть достается Левая всегда в холоде Я не знаю Может быть подготовка 163 Мне поможет Как-то с этим Но я не хочу остаться С обмороженной Левой ногой За эту зиму За какой-то ад парня Вот этот потолок Смотрите Он то ли правист То ли он так и должен быть Но в других Нивах Я никогда Я в этот первый сел И я башкой Потолок задеваю Блин У меня никогда В других Нивах Такое не было Я там у пацанов Садился Как бы ездил Чего это за херня Не знаю Но мы его будем менять Конечно Тут дел есть Что сделать Еще очень интересная Есть опция Эта машина Доставила мне сразу Я все думал Ну как бы там Какой пол Мужской Женский У машины Я понял сразу Что это женщина Потому что в первые часы Владения Она мне выебал мост Прямо сразу Ну что парни Купил я Ниву Часа Два Три Наверное Я вот так на парковке Простоял Сейчас вам покажу Вот так Моя свежекупленная Нива Выглядит Вот так вот Вот так вот Вот так вот Не зря Не зря У предыдущего Владельца Была Вот такая вот Пожалуйста Смотрите Сигналка Без крышки И без батарейки Вроде работает сигнал Я батарейку поставил Пару раз Сигнал Включил Выключил Потом прихожу Машина мертвая Прихожу На Брелок Включаю Ничего не происходит Машина Не открывается Не закрывается Ну а кум сел Открываю ключом Пытаюсь что-то заводить Никаких Ничего не происходит Хотя фары горят Таком-то вроде Нормальный Пытался прикурить Нифига Поворачивающий ключ И ничего не происходит Вообще Мертвая машина Позвонил пацанам Говорит Ну какая-то релюшка Не релюшка Сигналка Заглючил Мне сигналка Короче неизвестно Что да как Непонятно В итоге Все Я думаю Ну надо машину на галстук Денису позвонил Он меня на даче ждал Он говорит Ладно Сейчас приеду Потом думаю Ну ладно Пока мне делать нечего Разберу Тут посмотрю Куда идут Провода от сигналки Потому что Аварийную кнопку Не могу найти Разобрал Вот как вы видели Панель И тут Которые идут Сигналки Вот это зеленая Мандула Предохранитель Он перегорел Я его замкнул И завел машину Сигналка ожила Вот такие дела Купил блядь Ни Тут надо мной Народ уже приехал Угорал Просто левые люди Давай мы тебя заведем Блядь Я вот только сегодня Машину купил Как заиметь У тебя хорошее впечатление Первое от машины Я говорю Да знаю Я занялся И так Но это было Первые два часа Овладения машиной Пошел дождь Че хорошо Когда дождь Смотрите парни Когда дождь Че хорошо Появляется в салоне свет Вот так открываешь дверь О Покажи им Свет загорелся Это бывает редко И не в каждый дождь Но вот сегодня Я машину помыл Видимо напор хороший был Появился свет Но Есть минусы от дождя Во-первых Будни Невавода Поменяли ручку А она просто Лопнула Обсмотрите Что у нас там А там у нас лужа Это очень приятно Всегда видеть Смотрите Буль-буль-буль Каждые двери По бассейнице Такая история Слышал как в гелике Итак Открываем багажник Дождевые минусы Пошли парни Я сначала Очень удивился Почему У меня В левой колонке Лужа воды Вот тут До сих пор Еще есть Оказывается Вот здесь Вот пожалуйста Все течет И особенно Когда машину помоешь Даже не терхером Просто шлангом Здесь прям лужица Я вот так открыл Воду туда вытряхнул И нормально Вот такая история Тоже есть в Ниве За 10 лет Дальше еще какая штука Вот эту штуку Я не сразу спалил Парни Я думаю А дай-ка я Включу Омыватель Заднего стекла И когда я его включил Звук Как-то слишком Бодро вода бежит Как-то слишком Близко она ко мне Ну раз Пару раз так сделал Убедился Что на стекло Ничего не идет Ну Остановился Выхожу Открываю Он вот так Лежит И у меня Здесь вот все Вот так в воде Думаю Ладно Понял Больше не буду Омывать Заднее стекло Парни Ну Еще конечно Есть интересный минус Я когда начал На этой машине Ездить Домой Прихожу От меня Воняет Блять Воняет Какая-то смесь Санья Скуривым Я такой Ни разу Негодяй Не ощущал А это вот Как-то От этих сидений Эта машина Два раза По ПТС Была в организациях Видимо там Народ не особо Утруждал себя Говорила мне мама Не зарекайся От сумы Тюрьмы От Нивы Блять Зря не послушаю Еще классная вещь Смотрю слева От руля Какие-то две крутилки Одну покрутил Ага Убавляется Прибавляется Освещение приборов Вторую покрутил Ага Фары вниз упали Ну знаете Гидрорегулировка Фар Назад кручу А нет Все братан Извини Только вниз Все они у меня так вниз Теперь и светят Ну не надо было трогать Не просили Вот Но Все это как бы было Треснутое стекло Мы видим Да Все это будем менять Все это конечно Минусы и так далее Вы мне опять скажете Вот что ты хочешь За 10 лет Парни Я 10 11 летний Джимник отдавал Блин Ну там такого вот не было Там сидения Оно было изношенное Но оно не было просаженное Ты сидел на сидении И вот это все Что я перечислил Такого божества не было Если честно Но Опять же Вот это разница в цене Ну по сути в 2 раза Плюс минус Она меня устраивает Да Она меня устраивает Поэтому я и купил эту машину Если честно Блин Она мне нравится Вот при всех этих минусах Я теперь понимаю Вот этих всех Невоводов Многочисленных Она вот доставляет Она доставляет Вот своей внешностью Она как военная техника В ней нет ничего лишнего Вот почему мне шею Это не нравится Он уже какой-то Стремный на внешность А это вот Блин Они угадали Они с внешкой угадали И вот в этом цвете Она мне вообще Очень нравится Вот так Такие первые впечатления Поездил я на ней Кстати За 10 дней Я уже 700 километров На этой машине отъездил И пока Ну кроме дверной ручки И вот это там Случай сигнализации Никаких других поломок Не было Хотя уже там На излете Некоторые моменты есть Которые надо уже Срочно менять Но пока все Пожалуйста Всегда заводилось Всегда куда надо было Доезжал Никаких проблем Теперь Заехал к пацанам Вот они еще раз Пожалуйста Подписывайте к ним Группу В нашу сначала Группу подписывайте Шебарган А уж потом к этим Подготовка 163 Значит Заехал к ним Ой парни Получился список Из 26 пунктов Что надо делать В ней При том что Пунктов 5 Это уже прямо сейчас Надо делать Мы вам отдельно За это расскажем И еще смотрите Мы для вас сняли Я думаю вам будет интересно От любителей Нивы От тех людей Которые на Нивах Всю жизнь ездят И не на новых Которые Занимают тем Что делают В свободное время Свои машины А в рабочее время Чужие машины И все это Нивы 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 Вот они как раз есть Вот от них Как от таких Локальных специалистов Мы хотим узнать И я до покупки Этой машины Ее сюда привозил И спрашивал Блин ну что тут Как вот За что денег Торгануть У продавца Вот И много чего интересного Они мне рассказали На что обратить внимание Я ездил Когда другие машины Смотрел Я обращал на это внимание И увидел Что переваренное дно У одной машины У другой Все узлы Агрегаты Текут Вот все что есть Где масло Оно везде течет Еще там Какие то нюансы Все это Мне помогло И мы Для вас Специально снимем Отдельное видео Где скажем На что обратить внимание При покупке Вот такой Десятилетний Нивы У которых Был 5 или 6 Хозяек Братья Ну что хочется сказать В конце видео Пока Вот Чем хороша эта машина Тем что она дарит эмоцию Она реально эмоциональная Есть у нее что-то такое Следите за нашим каналом У нас теперь новая рубрика Я уже готовлю для вас После выхода этого видео Вконтакте В инстаграме Маленькие такие Зарисовки Называются Будни Нивовода У меня уже есть Для вас что рассказать Вот Мы будем эту машину Сейчас немножко Подчиним Кое что тут Примарафетим Еще раз вам покажем А вы пишите Пишите в комментариях Что нам с ней сделать Какие то Вы знаете Секреты Где что надо заранее сделать Какие то Апгрейды Потому что на Ниву Море всего Вы нам подскажите Как это правильно сделать А мы дальше будем Для вас снимать Про эту машину Ну и конечно Никаких секретов не будет Все там пока И поломки Куда мы там поедем На ней Все для вас снимем Подписывайтесь